Да, Анастасия расскажет про генетику и рак, и про все, что нам нужно об этом знать. Вот, Анастасия. Добрый вечер, друзья. Очень рада всех видеть. Ага, благодарю. Я онколог-генетик, лабораторный генетик, и основные мои интересы, интересы нашего центра, нашего отделения, это наследственные опухолевые синдромы, все, что с ними связано. Соответственно, сегодня хотелось бы обсудить некоторые особенности. Естественно, за час, за полтора все возможное осветить просто нереально, поэтому очень рада в конце вашим вопросам, если что-то действительно вам будет интересное. Мы пройдемся по основным базовым вещам, которые дадут возможность вам несколько разобраться вообще в особенностях этих синдромов, в диагностике и в профилактике. Итак, генетика и рак, что мы должны об этом знать. И сегодня мы с вами обсудим роль в целом генетики в онкологии, в развитии злокачественных новообразований. Вообще может ли в принципе в целом передаваться рак по наследству или какими-то еще другими способами? Расскажу, о чем рассказывают нам на консультациях пациенты заодно. Кому, когда, зачем проводить генетические тестирования, какие в целом есть генетические тесты и какой выбрать каким образом. И как профилактировать наследственные злокачественные новообразования. Да, это в принципе возможно. И вообще статистика на самом деле злокачественных новообразований неотвешающая, как в мире, так и в нашей стране. Ежегодно в мире заболевают вновь около 12 и даже более пациентов, около 12 тысяч людей. Вот допустим в 2020 году это 19. Простите, миллионов, не тысяч, миллионов людей. Если говорить про Российскую Федерацию, то в 2021 году это практически 600 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. Смертность также, к сожалению, цифра неутешительная. Это около 300 тысяч человек в 2021 году. И в целом злокачественные новообразования занимают по причине смертности вторую строчку в рейтинге после сердечно-состудистых заболеваний. Это такой небольшой слайд по статистике, где я хотелось бы обратить внимание буквально на несколько особенностей онкологических заболеваний. В частности, наиболее распространенные опухоли. Всем известно, вероятно, что это опухоли молочной железы. На втором месте по частоте возникновения это заболевания легких. На третьем месте это колоректальный рак. Также по смертности есть некоторые особенности. Логично, что выявляемость и заболеваемость большая опухоли молочной железы. Соответственно, смертность тоже от этих опухолей достаточно высокая. На втором месте колоректальный рак. На третьем месте рак легких. И опять же цифры, которые здесь указаны, достаточно высоки. И не остается сомнений, что эта тема для нас в целом во всем мире высоко актуальна. Итак, для того, чтобы понимать наследственность, хотела бы вспомнить с вами курс школы. Вероятно, там 8-й, наверное, 7-й класс. Самую простую терминологию, которая поможет нам в дальнейшем разобраться в опухолевых синдромах. Итак, все мы знаем, что наш организм состоит из многочисленных клеток, большинство из которых находится ядро. В ядре располагается наш генетический аппарат. Мы его под микроскопом видим в виде хромосом. Таких хромосом у нас в каждой клетке 46, то есть 23 пары. 22 из них это аутосомы, то есть неполовые, и еще одна пара половых хромосом. У женщин это XX хромосомы, у мужчин это хромосомы XY. И сразу небольшой пункт. Это диплоидный набор, то есть 2, 22 аутосомы, одна половая. Если говорить про половые клетки, здесь набор единичный, соответственно, мы 46 делим на 2. И у нас получается всего лишь 23 хромосомы, то есть половина всего генетического кода находится в половой клетке. Это нам пригодится в последующем для понимания особенностей наследования. И в целом, что же такое генетический код и что он из себя представляет? Дезоксирибонуклеиновая кислота, то есть та самая молекула ДНК, это сложнейшая молекула ДНК, которая состоит из последовательности нуклеотидов. Они между собой связаны водородными, в частности, связями. Они имеют определенную последовательность. Генетический код, в принципе, имеет много характеристик. И не хотелось бы, скажем, погружаться в подробности особенностей генетического кода. Хотелось бы поговорить по конкретно генам. Что такое гены? Это определенные участки нашей нити ДНК, которые несут в себе информацию генетическую и имеют свойство проявляться. Вот эти гены как раз и кодируют определенные, точнее, отвечают за развитие определенных признаков организма человека. Вообще в организме человека содержится порядка 20-25 тысяч генов, как известно на сегодняшний день. И не каждый, соответственно, несет свою функцию. Если говорить про наследование и про признаки, каждый ген в нашем организме имеет две копии. Они находятся на гомологичных хромосомах. То есть две одинаковые хромосомы. И на двух из них находятся одинаковые участки генетического кода. И вот именно эти два участка одинаковые одного и того же гена, они называются аллели. И эти два аллели, они объясняют и обуславливают проявление признака в принципе в организме человека. Помним зеленый, желтый горошек, вспоминаем школу. Ну и, соответственно, в зависимости от признака, доминантный или рецессивный в нашем организме проявляется. И для дальнейшего понимания вообще, зачем нам нужны гены и как они работают, хотелось бы остановиться на центральной догме молекулярной биологии. Здесь для нас очень важное открытие Уотсона Крика в 1958-1958 году, который предложил вот такую теорию реализации генетической информации. Первоначально инструкцией для всех признаков нашего организма, как я говорила, уже является ДНК. ДНК позволяет реализовать определенный признак за счет определенных процессов, таких как транскрипция и трансляция. Транскрипция осуществляется непосредственно с самой последовательности ДНК, на которую накладывается РНК, а уже непосредственно с РНК образуется какой-то белок. Вот этот белок как раз и выполняет определенную функцию в организме. И если структура ДНК нарушена, соответственно, и РНК будет у нас неполноценная, и в результате какого-либо нарушения может нарушаться сам белок строения, функции белка и структура, вплоть до того, что он может в целом не образовываться. Соответственно, это ведет к развитию каких-либо заболеваний. И каким образом происходит в целом нарушение? Нарушения, то есть те самые повреждения генетического кода могут происходить по разным причинам. В первую очередь это множество факторов внешней среды, которые влияют на нас в течение жизни. Это и физические факторы, это химические факторы, это внутренние наши факторы. И в зависимости от того, насколько много этих факторов комбинируют в процессе нашей жизнедеятельности, соответственно, риск нарушения этих структурных последовательностей ДНК действительно может увеличиваться. Кроме того, нужно понимать, что у каждого человека практически каждую минуту происходит такие самые поломки генетического кода, то есть нарушения ДНК. И это не единичные случаи, это случаи от десятков до сотен, до тысяч раз. И на помощь нашему организму в эти моменты приходят системы репарации. Это множественные такие системы внутренние, которые как раз позволяют восстанавливать структуру ДНК и либо восстанавливать полностью функционирование клетки, либо подвергать ее апоптозу, то есть смерти запрограммированной. Вот такие системы действительно очень сильно нас вручают и позволяют нам не заболевать злокачественными новообразованиями, в частности. Благодаря двум ученым, в первую очередь это Сергею Ивановичу Коржинскому, это наш российский ученый, не могла на этом не остановиться, потому что всегда говорят, что Дефрис действительно открыл мутационную теорию, предложил мутационную теорию, нет, на самом деле это практически одномоментно появилось в умах двух ученых, в частности нашего российского ученого, о том, что есть определенные механизмы, которые могут действительно возникать и приводить к нарушению, то есть мутации. Мутация само по себе это действительно нарушение структуры генетического кода, которое имеет стойкое такое проявление и имеет возможность передаваться из поколения в поколение, то есть это структурное нарушение генетического кода, которое действительно мы передаем. И оно не всегда каким-то образом подвергается, скажем, поправкам системы репарации. И вообще в целом считается, что мутации — это достаточно редкие такие ситуации, встречаются такие мутации реже, чем у одного на сто человек. Вот именно таким образом, когда мы видим такие редкие генетические варианты, это мы так называем генетики, не мутация. Мутация — это, скажем, устаревший термин, мы им уже не пользуемся. Мы в большей степени пользуемся для того, чтобы объясняться с пациентами, в частности в генетике сейчас используется термин «вариант нуклеотидной последовательности». Почему? Потому что вот таких вариантов нуклеотидной последовательности может быть сколько угодно, и они могут носить совершенно различный характер. Они могут быть как нейтральные, то есть, предположим, изменился один нуклеотид или два нуклеотида, но никаким образом это не повлияло на изменение аминокислоты, и, соответственно, не изменилась аминокислота. Помню триплет, который кодирует аминокислоту. Вот этот триплет, он не поменялся, соответственно, аминокислота осталась та же самая, и, соответственно, блок образовался тот, который необходим. Он никоим образом не поменялся. Бывают мутации, те самые варианты нуклеотидной последовательности, которые, наоборот, позволяют нам приобретать какие-то полезные функции. Предположим, снижение свертываемости крови в некоторых случаях, когда возникают кровотечения, это может нам помочь. Нас в большей степени интересуют мутации, естественно, повреждающие, то есть те мутации, которые мы называем патогенные. В принципе, терминология, я думаю, понятна, почему патогенные. Так вот, если говорить о механизмах наследования, то такие патогенные мутации имеют свойство наследоваться действительно. Те мутации, которые образуются ДНОВА или в организме непосредственно самого одного человека на первых этапах закладки организма, или, в частности, в половых клетках родителей. И, соответственно, у родственников не будет этой мутации, но зато будет мутация непосредственно у одного самого индивида. Кроме того, если говорить, опять же, возвращаться к нашей основной теме, наследственные синдромы и наследственная предрасположенность обусловлены вот такими именно патогенными мутациями. Все остальные мутации нас в этом случае не интересуют. И хотелось бы также остановиться на мутационной теории, двуутарной теории канцерогенеза. Здесь действительно хотелось бы разобраться и вспомнить как раз те самые аллели. В 1971 году ученый Кнутсон предположил о том, что действительно для того, чтобы возникла опухоль, необходимо нарушение двух аллелей гена. Он проследил статистику, естественно, заболеваемости детей. Ретинобластома — это такая опухоль сетчатки глаза, которая проявляется, как правило, на первых годах жизни ребенка. Родители ее выявляют случайно, вероятно, это будет интересно, когда делают фотографию ребенка и видят, что сетчатка глаза отсвечивается, она блестит как серебром фактически. И вот именно в таких случаях выявляются опухоли сетчатки глаза. Достаточно редкие опухоли, но он обратил внимание, что такие опухоли иногда у детей наблюдаются двухсторонние. И, соответственно, у него возник вопрос, по какой причине же у каких-то детей возникает опухоль только в одном глазу, у каких-то детей возникают опухоли в обоих глаз. Соответственно, детишки остаются без глаз в целом. И, выдвинув такую теорию, он предположил, что для возникновения, повторюсь, опухоли в целом необходимо два удара. То есть возникновение сначала одной мутации в одном аллели гена. Прошу прощения. Если посмотрим сюда. Это не наследственные опухоли, то есть возникновение первого удара в одном аллели гена, который приводит к развитию ретиномы, то есть доброкачественного образования сетчатки глаза. А вот как раз спустя воздействия внешнего фактора возникает второй удар, то есть вторая мутация во втором аллеле. И таким образом возникает действительно унилатеральная, то есть одностороннюю опухоль. Механизм наследственных опухолей в целом тот же самый. Но когда ребеночек рождается, он уже имеет одну поломку в своем генетическом коде. Именно в этом гене ретинобластомы. И у него уже есть первый удар. Соответственно, для того, чтобы под факторами внешними у него возник второй удар и вторая мутация, необходимо меньшее количество времени. Поэтому детишки эти заблевают, как правило, билатеральными опухолями, то есть двухсторонними опухолями глаз. Соответственно, и возраст возникновения этих опухолей гораздо раньше. И возникновение других злокачественных новообразований в составе этого синдрома тоже наблюдается. И благодаря этим многочисленным исследованиям на сегодняшний день общепринято и считается, что опухоль – это действительно болезнь генома. За счет накопления таких различных множественных мутаций опухоли имеет свойство развиваться, накапливать возможности питания интенсивного, наращивать сосуды, имеет возможность внедряться в ткань, имеет возможность метастазировать, то есть, если так совсем утрировать, отбрасывать определенные клеточки опухолевые по лимфо-системе и кровеносной системе и распространять их по всему организму. Кроме того, опухоли, как мы знаем, имеют ускоренный обмен веществ и бесконтрольное деление. Как раз благодаря этим всем молекулярным механизмам опухолевые клетки очень быстро размножаются, очень быстро поедает человеческий организм и не способны к чувствительности к определенным препаратам, потому что за счет таких же повторных множественных мутаций они имеют свойство привыкать к определенной терапии и, соответственно, развиваться в дальнейшем. Итак, учитывая вышесказанное, хотелось бы остановиться на особенностях наследственных и спрадических раков. Спрадические — это те самые, которые ненаследственные, то есть те самые, которые возникают под действием внешних факторов среды. Наследственные опухоли, в свою очередь, возникают по причине герминальных, то есть наследуемых мутаций. Наследуемые мутации имеют свойство приводить к раннему развитию опухолей. Как правило, это третье-четвертое десятилетия, в большинстве случаев наследственных опухолевых синдромах. Это риск развития множественных злокачественных новообразований, то есть у одного пациента может быть несколько раков, совершенно различные локализации, которые друг от друга не зависят. Это не метастатические поражения, это новые действительно опухоли. Кроме того, в большинстве случаев, объясню, почему в большинстве, но не всегда, мы видим в семейной истории множество случаев также злокачественных новообразований, различных локализаций, и эта мутация герминальная, то есть наследуемая, она находится во всех клетках организма человека, не в какой-то конкретной, а весь организм человека действительно поражен этой мутацией. В то время как при спорадических опухолях эти мутации, подобные мутации, они происходят в одной соматической клетке, предположим, в клетке молочной железы, которая в последующем дает клоны, и таким образом развивается и дает метастазирование. Кроме того, на сегодняшний день известно, что для развития опухоли недостаточно одной мутации или двух, пяти, считается, что их должно быть несколько, как минимум шесть, десять, или может быть даже более, для того, чтобы этот процесс канцерогенеза полноценно запустился. И на основании вот этих особенностей спорадических и наследственных опухолей, соответственно, и материал, который мы берем в исследование, тоже разнится. Так как наследуемые мутации находятся в каждой клетке организма, в принципе, мы можем взять любой биоматериал. Наиболее часто среди каких-то известных тестов 23НДМИ, наверное, слышали. Берется букальный эпителий, то есть соскоб эпителий с внутренней стороны щеки, слизистой оболочки. Более доступный материал — это кровь, которую мы используем. Это периферическая кровь, достаточно в большинстве случаев одной пробирки для того, чтобы выделить лейкоциты периферической крови, из них выделить ядро, разрушить ядро и непосредственно уже выделить саму ДНК и исследовать структуру ДНК. Соматические же мутации — это те мутации, которые возникают, как мы говорили, непосредственно в одной клетке организма. Соответственно, нас весь организм не интересует, мы там ничего не найдем, поэтому основной предмет для изучения при спорадических опухолях — это опухолевый материал. На слайде представлен парафиновый блок, это может быть биопсия, это может быть послеоперационный материал, который заключен в парафин, и таким образом парафин, соответственно, который сохраняет стабильность клеточной структуры и позволяет нам изучать опухоль в дальнейшем. В зависимости от уровня нарушений и величины нарушений также существуют различные методы молекулярно-генетической диагностики и того и другого биоматериала. Если говорить про варианты диагностики, то мы можем исследовать наиболее частые мутации. Что это значит? Мы знаем, что в конкретном гене есть мутации, которые имеют суммойство накапливаться в популяции. Они называются по-другому фаундер-мутации, если так, может быть, кто-то слышал. То есть они возникают у одного очень далекого предшественника и передаются из поколения в поколение. Таким образом, в одной популяции может накапливаться конкретная мутация. Мы знаем, что эти мутации встречаются чаще, поэтому первоначальный скрининг при определенных заболеваниях проводится именно у таких частых мутаций. Естественно, это не все нарушения генетические, которые могут возникать в принципе в одном гене. Но для того, чтобы ускорить процесс, так как это более простой тест, это метод ПЦР, предположим, он позволяет нам ускорить процесс как диагностики, так и дальнейшего лечения. Далее, если мы не находим частых мутаций или в гене в целом нет таких мутаций, есть и такие гены тоже, мы используем исследование одного таргетного гена. То есть при определенных клинических проявлениях мы можем предположить, допустим, какой-то конкретный ген, который может быть причиной развития этого заболевания. И, соответственно, мы исследуем всю структуру этого гена от начала до самого конца. Здесь на этом этапе приходят тоже различные методы молекулярно-генетической диагностики, от более простых до более сложных. В частности, метод секвенирования нового поколения или Next Generation Sequencing, или NGS, если кратко, который позволяет исследовать нам большее количество структурных нарушений и, в частности, исследовать панели генов. Панели генов — это фактически набор определенных генов, которые нас интересуют в случае конкретного заболевания. Есть определенные панели генов для наследственного рака молочной железы, если у нас есть такие подозрения. Есть панели гены для заболевания толстой кишки. Это не относится только непосредственно к злокачественному образованию. Такие же панели есть и для исследования неврологических наследственных заболеваний и кардиологических заболеваний, то есть того, чтобы упростить и ускорить диагностику. Мы также используем этот метод секвенирования NGS, секвенирования Sequence, с английского «последовательность». Соответственно, этот метод позволяет нам читать последовательность нуклеиновых кислот одну за одной, то есть нуклеотид за нуклеотидом. И в некоторых случаях даже это визуализировать в некоторой степени. Так вот, исследование панели генов — это определенный уровень диагностики, который действительно нам, генетикам, приходит на помощь очень часто. И метод этот передовой, он используется во многих лабораториях. Он, в принципе, достаточно доступный и удешевляется с каждым годом эта методика, и, соответственно, позволяет нам выявлять все больше и больше генетических нарушений, позволяет больше ставить правильных диагнозов. Если идем к все-таки вопросу о том, что не находится мутация в тех генах, которые нас интересуют, опять же, мы сейчас не уклоняемся ни конкретно в онкологию, это может быть и при других каких-то заболеваниях. Мы исследуем экзом. Экзом — это набор белок, кодирующих генов. На сегодняшний день их известно порядка 4,5 тысяч тех генов, которые ассоциированы с конкретным заболеванием, то есть с конкретным фенотипом. Мы исследуем непосредственно эти гены, опять же, с помощью метода NGS. Если на этом этапе нам, опять же, не помогло исследование, дали еще более сложный тест, который поторопилось. Исследование генома или полногеномное секвенирование, когда мы прочитываем всю структуру ДНК от начала до самого конца. На сегодняшний день считается, что генетический код открыт, мы знаем полностью, весь он прочитан. Однако же очень много загадок остается, очень много генетических нарушений, которые предсказать мы физически не можем. И вот как раз с помощью полногеномного секвенирования мы можем найти очень редкие генетические варианты, то есть мутации, которые мы не могли найти при других методах генетического тестирования, вплоть до того, что с помощью этих тестов открываются новые мутации, новые синдромы и так далее. Если переходить на самый простой, но самый крупный уровень нарушений – это кариотипирование, которое нам всем известно очень давно, когда мы просто фактически смотрим количество и качество хромосом. Для этого достаточно просто микроскопа и определенной пробы подготовки. В онкологии это используется непосредственно кариотипирование достаточно редко, но все же для поиска соматических мутаций и назначения определенной терапии. Про терапию поговорим чуть дальше. Это, естественно, не весь пол возможности генетической диагностики. Есть методы, которые позволяют нам исследовать большие структурные перестройки, которые не видят метод NGS. Не будем на них останавливаться. Это, скажем, частные случаи. В каждом частном случае мы подходим индивидуально к пациенту. В целом, зачем искать соматические мутации? Как мы говорили, в первую очередь мы знаем, что вот такие соматические мутации ведут к развитию опухоли. Соответственно, для того, чтобы остановить развитие опухоли, нам каким-то образом надо воздействовать на эту мутацию. Если мы говорим про определенные таргетные гены, это так называется, то есть в нашей клетке не один ген, их множество, это сети генов, это множество сигнальных путей, которые между собой связаны. На данном слайде, вот на данной картинке, это всего лишь один сигнальный путь, GFR. Соответственно, если на каком-то из этих уровней происходит нарушение, то, соответственно, дальнейшее развитие опухоли обусловлено по понятным причинам. Кроме того, те самые нарушения, они могут происходить последовательно, как мы говорили уже, не в одном гене, а последовательно даже в нескольких генах, все равно рано или поздно, приводя к нарушению определенного сигнального пути. А вот эти как раз сигнальные пути регулируются несколькими генами. Они называются гены-супрессоры опухоли, то есть те гены, которые предотвращают деление клетки, то есть они останавливают клеточный цикл и способствуют как раз апоптозу. А есть гены-онкогены, то есть предшественники которым является протоонкоген. Вот протоонкоген — это нормальный ген. При возникновении в нем мутации он становится онкогеном, и тогда он ведет к бесконтрольному делению. И вот как раз вот эти две основные группы генов нам в основном нужны для молекулярной диагностики и понимания, как регулировать развитие дальнейшей опухоли. Для чего же это нужно? Для того, чтобы, зная конкретную мишень и зная мутацию в конкретном гене, мы можем на нее, соответственно, воздействовать и на какой-то период, возможно, приостановить рост опухоли. И, соответственно, что это нам позволяет сделать? Это нам позволяет персонализировать лечение онкологического больного. На сегодняшний день вот такие сигнальные пути и множественные молекулярные мишени, таргетные мишени позволяют нам назначать таргетную терапию, действующую на определенную конкретную мутацию в конкретном гене, и, соответственно, позволяющую приостановить развитие дальнейшей опухоли, то есть блокировать этот путь. Кроме того, если говорить про развитие в принципе препаратов, мы видим то, что это начиналось давно, давно в 910 году, но на сегодняшний день все больше и больше таргетных препаратов внедряются в клинику, и такие препараты существуют как при заболеваниях молочной железы и толстой кишки, и щитовидной железы, и легких, и множество-множество других. И FDA с каждым годом одобряет все новые и новые препараты, и на сегодняшний день их в исследовании более 100. Соответственно, это действительно большие перспективы для лечения наших пациентов. Кроме того, такие же мутации, такие же нарушения могут использоваться для назначения иммунотерапии. Мы все понимаем, что так как это воздействие на определенную мишень, соответственно, это воздействие на определенную опухолевую клетку. В отличие от простой химиотерапии, которая является токсичной для всех клеток организма, особенно для быстроделищихся, таргетная иммунотерапия позволяет нам в большей степени воздействовать именно на опухолевую клетку, и, соответственно, мы добиваемся большего эффекта в лечении наших пациентов. Как правило, эти препараты показывают колоссальные эффекты в повышении уровня выживаемости и качества жизни наших пациентов. Эндокринотерапия. Фактически, это та же самая таргетная терапия, потому что есть в опухолях определенные нарушения рецепторов, в частности, если говорить про опухоли молочной железы, мы знаем, что есть рецепторы эстрогена прогестерона молочной железы, и в зависимости от их наличия или отсутствия на опухоли мы можем применять определенные гормональные препараты, гася действия как раз опухоли. Если говорить про наследственные мутации, здесь ситуация чуть-чуть другая. В первую очередь, для чего мы это делаем и с какой целью? В первую очередь, мы это делаем для того, чтобы выяснить, есть ли у пациента, есть ли у нашего обратившегося к нам молодого человека, как правило, наследственный опухолевый синдром. В целом, наследственный опухолевый синдром — это группа заболеваний, одна из самых часто генетических патологий, которая возникает по причине той самой наследуемой, то есть герминальной мутации, и имеет свойство передавать из поколения в поколение вместе с этой мутацией высокий риск развития злокачественных новообразований. В зависимости от локализации процент таких наследственных опухолей достаточно разнится от 5 до 35%. Если говорить про особенности наследования, то эти наследственные опухолевые синдромы преимущественно имеют аутосомно-доминантный тип. Помним, как раз зеленый-желтый горошек, А большое, А малое. Вот то самое А большое — это та мутация, которая возникает и проявляется. И, соответственно, имеет свойство передаваться следующему поколению с риском 50%. Мы говорим о том, что наиболее часто действительно в семейной истории бывают накопления случаев злокачественных новообразований. Далеко не всегда так, потому что, как мы вспомним, есть мутации, которые возникают ДНОВА, то есть непосредственно у самого одного индивида. Соответственно, в семейной истории не будет никаких злокачественных новообразований, но все клинические и другие признаки мы сможем наблюдать у пациентов. В частности, молодой возраст, манифестации различные, множественные опухоли. И, кроме того, есть синдромы, которые, скажем, в меньшей степени проявляются у мужчин, но в большей степени у женщин. Мы проговорим чуть ниже про них. Если в целом, то вообще во всем мире только 10% случаев злокачественных новообразований обусловлено такими наследственными мутациями. Все остальные 90% — это спорадический рак. И здесь на данном слайде представлен небольшой список наследственных опухолевых синдромов, с которыми мы встречаемся в клинике наиболее часто. На самом деле их на сегодняшний день зарегистрировано более 150, кто-то говорит даже 200 по разным источникам литературы, естественно. Совершенно различные клинические проявления, начиная от доброкачественных и заканчивая злокачественными новообразованиями, которые позволяют нам дифференцировать тот синдром, точнее дифференцировать, отличать один синдром от другого. Кроме того, как мы говорили уже про тот самый аутосомно-доминантный тип наследования, еще раз напоминаю, у нас два аллеля, и в половой клетке содержится один аллель, либо нарушенный, с герминальной мутацией, либо нормальный. Угадать, какой конкретно аллель попадется в конкретном потомстве, мы не можем. Соответственно, для того, чтобы установить наличие или отсутствие молекулярно-генетических нарушений, надо провести ДНК-диагностику у следующего поколения. Однако же мы знаем, что такие аутосомно-доминантные синдромы, они передаются с риском в 50%. Есть процент все-таки наследственных синдромов, которые имеют аутосомно-рецессивный тип наследования, то есть родители не болеют, являются носителями по одной герминальной мутации в одном аллеле, но рождается ребеночек с таким наследуемым синдромом, когда он наследовал обе нарушенные копии гены. И риск рождения такого ребенка составляет 25% у родителей-носителей такой мутации. Как это определить? Есть определенные генетические тесты, которые проводятся в процессе прегравидарной подготовки, это так называется, когда мы готовимся к планированию беременности, и родители проходят генетическое тестирование на определенные мутации. Это могут быть совершенно различные. заболевания, как широко распространенные, так и наследственные синдромы в частности. Про вертикальную передачу в принципе понятно, то что из поколения в поколение, если мутация наследуется, мы наблюдаем злокачественное новообразование. Про вероятность мы с вами обсудили, и хотелось бы уже более конкретизировать и перейти к определенным локализациям. В частности, заболевания молочной железы злокачественные. Это также порядка 10-15 максимум процентов популяции. То есть, несмотря даже на то, что это заболевания достаточно часто, только 10% действительно являются носителями наследственных мутаций. Признаки наследственного рака молочной железы в целом такие же, как при других опухолевых синдромах. Мы уже их перечислили. Это возраст манифестации опухоли в молодой, то есть, как правило, это возраст до 50 лет. Кроме того, когда мы видим женщину с двухсторонними опухолями молочных желез, не метастатическими, то есть с двумя разными опухолями, действительно у нас возникает вопрос, нет ли здесь наследственной предрасположенности. Причем эти опухоли могут также возникать в разном возрасте. Одна в более молодом, другая в более старшем возрасте. Кроме того, опухоли молочной железы могут сочетаться с заболеванием других локализаций первично множественными опухолями, то есть и щитовидной железы, и толстого кишечника, и яичников. Соответственно, это все является показанием для молекулярно-генетической диагностики. Ну и тот самый тягощенный анамнез, повторюсь, не всегда, но все же имеет место быть очень часто. Вот такие семейные истории. Далее посмотрим их прямо примером. Нам дают возможность сориентироваться, какой конкретный синдром имеется в семье, и предположить определенные гены, которые необходимо диагностировать. Хотелось бы обратить внимание, да, мы помним, что у каждого человека есть риск развития злокачественных новообразований в целом, и он ненаследственный, и он считается низким. Вот для молочной железы этот риск составляет 12,5% в течение жизни. Что это значит? Это значит, что 125 женщин из тысячи заболеют, и это будет ненаследственная опухоль, и в целом у каждого есть риск, у каждой женщины, есть риск опухоли. Соответственно, молекулярно-генетическое тестирование направлено на диагностику высокого риска развития злокачественных новообразований. Высокого — это значит то, что как минимум в 2, в 3, в 4 раза превышает общепопуляционный. И, соответственно, здесь имеют место совершенно различные гены. В частности, Берси 1,2, ТП53, обратите внимание, риск развития опухоли молочной железы в течение жизни превышает 60%. Это в разы больше, чем общепопуляционный риск. Кроме того, есть гены, которые имеют невысокую пенетрантность, как Берси 1,2 и ТП53. Вот все, что выше 60, это однозначно высокий риск. Есть гены средней пенетрантности, которые приводят к риску развития опухоли молочной железы до 40%. В зависимости от этих процентов, которые мы, опять же, определяем в зависимости от мутации, мы можем составить индивидуальную программу наблюдения пациентов. И, соответственно, также и скрининг будет в тот самый индивидуальный программ отличаться и по частоте, и по использованию дополнительным методам диагностики, и по профилактическим мероприятиям в целом. Поэтому, даже если у вас выявили мутацию, это не значит, что вы 100% заболеете. Даже если она в высокопенетрантном гене, у вас все равно есть шанс остаться здоровым, и это не значит, что надо паниковать по этому поводу, надо просто обратить на свое здоровье больше внимания. Кроме того, как я говорила уже, действительно, синдромов очень много. На этом слайде совершенно не для того, чтобы мы с вами изучали каждый синдром, просто представлены о локализации злокачественных новообразований при различных синдромов. Обратите внимание на то, что они действительно могут очень сильно разниться. Предположим, мутации в генах BRCA1, BRCA2, вероятно, уже большинство из нас знает этому, это опухоли молочной железы и яичников. В первую очередь, но также может быть повышен риск развития опухоли предстательной железы мужчин, поджелудочной железы, толстой кишки, желудка в целом, но не с такими высокими рисками в течение жизни. Если говорить про Лиф-Румене синдром, здесь набор органов мишени совершенно другой и совершенно другие риски. И вот в зависимости как раз от таких мутаций и вот таких генов нам очень хорошо понятно, каким образом дальше может вести себя такой наследственный опухолевый синдром. И как раз именно вот такие особенности позволяют составить определенный алгоритм дальнейшей диагностики и профилактики наших пациентов. тот самый известный ген Тетос, точнее, самые известные гены BRCA1-2, наверное, больше информации, больше заинтересованности стало после оперативных вмешательств у Анжелины Джоли, носительницы мутации как раз в этом гене. В принципе, ее вмешательства были обоснованы. Почему? Потому что вот такие наследуемые мутации, герминальные мутации в этих генах приводят к повышению риска развития злокачественных новообразований в течение жизни. По разным данным кто-то пишет 60%, кто-то пишет больше 80%. Соответственно, этот риск действительно очень высок. Кроме того, риск развития злокачественных новообразований яичников здесь также превышает общепопуляционную значительную. Он составляет 30-60% в течение жизни. Соответственно, и профилактика обоснованная. Хочется обратить внимание, что в принципе до 25 лет девушек мы наблюдаем как среднестатистических женщин, ничего особенного в алгоритмах диагностики. А вот после 30, когда действительно этот риск начинает расти, мы на них стараемся обращать больше внимания. Кроме того, как я говорила, и вспомним, не все синдромы имеют свойство проявляться. Риск действительно высок, но такие мутации могут быть у мужчин. У мужчин, как считается, нет основного органа мишения молочной железы. Есть рудиментированный орган грудная железа, но в целом риск развития опухоли тоже может быть. Он, конечно же, гораздо ниже. Чаще у этих мужчин возникают опухоли предстательной железы, толстой кишки и желудка. Но в большинстве случаев эти опухоли возникают уже в достаточно почтенном возрасте, это 70-80 лет, а может быть они возникают вообще. Соответственно, очень, скажем, такая частая практика, когда приходит девушка совершенно молодая до 30 лет с опухоли молочной железы и заявляет о том, что в семье никто не болел, соответственно, это не наследственная форма, и мы выявляем у нее мутацию. Но встает вопрос, откуда мутация взялась. Мы начинаем обследовать родственников и достаточно часто и выявляем эту мутацию у мужчин. Таким образом, есть определенные критерии для молекулярно-генетической диагностики. Все мы их засчитывать не будем, я просто привожу пример, что их достаточно много. Для мужского пола это одни критерии, для женского пола это одни, другие критерии, но в целом и общем это как минимум ранний возраст манифестации и первичные опухоли, определенные локализации, которые позволяют нам исследовать эти гены. на сегодняшний день существует многочисленное количество зарубежных клинических рекомендаций, которые позволяют нам, точнее, которые предоставляют нам вот такие вот критерии для более эффективной молекулярной диагностики и выявления соответственно мутаций. Если говорить про скрининг и профилактику, все мы знаем, что кто у нас проходит скрининг, это женщины старше 40 лет, возможно, когда-нибудь, когда они захотели. Здесь же мы обращаем внимание, что этот скрининг начинается уже в принципе в 20 лет, мы уже девушку обучаем как минимум самообследованию, в 25 мы начинаем ее наблюдать очень плотно, очень часто, каждые полгода с помощью использования дополнительных методов диагностики не только молочной железы, но и с 30-35 лет уже и яичников. И опять же обращу внимание, что несмотря на то, что мужчины заболевают, все уже в мировой практике все-таки приняли, что мужчин надо наблюдать тоже по причине наиболее высокого риска развития злокачественных новообразований и предстательных в первую очередь железы. Иногда, когда мы в семейной историей наблюдаем опухоли поджелудочной железы, мы тоже на это обращаем внимание. И в таком случае, если есть опухоли поджелудочной в семье, мы назначаем обязательно скрининг поджелудочной железы либо с 50 лет, либо на 10 лет ранее возраста самого молодого заболевшего члена семьи. Какие меры профилактики, меры лечения? Здесь действительно прогресс зашел далеко, и, как мы уже говорили, в первую очередь это профилактические операции. Анжелина-анжели, мастоктомия, то есть удаление молочной железы одной, второй, и также удаление яичников. Естественно, это не делается всем, кто захочет. Естественно, это не делается, когда женщина прибегает и требует удалить им не все, потому что удалить все просто невозможно. Даже если мы удалим молочную железу и яичники, все равно минимальный риск развития опухоли поджелудочной, предположим, он остается, но он действительно минимален, потому что он не превышает 10% в течение жизни, в то время как опухоль и молочная железа это 80% в течение жизни. Кроме того, есть определенные показания для проведения профилактических операций, но в частности в Российской Федерации на сегодняшний день проводится профилактическая масса тектомии только у женщин-носительниц мутации только в случае возникновения опухоли молочной железы. Удаляют вторую здоровую молочную железу. То есть здоровым такие профилактики не проводят на сегодняшний день в России. Кроме того, на основании многочисленных исследований вы наверняка слышали, есть такое представление, что выявили мутацию, значит, надо бегом бежать удалять яичники. На самом деле это не так, потому что яичники женщины отвечают за достаточно большое количество процессов в организме женщины в целом. Это и стабильное здоровье сердечно-сосудистой системы, это не секрет, соответственно, и костной системы. Если мы удаляем раны яичники, мы убираем полностью гормональную какую-то стимуляцию и видим очень колоссальные эффекты других сопутствующих заболеваний, которые не заинтересованы ни мы, тем более в процессе лечения опухоли, ни сама девушка. Поэтому профилактические мастектомии оброводятся после возникновения опухоли молочной железы в любом возрасте. Не старше 60-ти все-таки, потому что там уже и сопутствующие дополнительные заболевания могут усложнять процесс. А вот удаление яичников, то есть тубавариоэктомии не только яичников, а и труп производится не раньше 40-45 лет. Ну, приближение как раз с возрастом физиологическими на паузу и по завершению дитородной функции. Это ярко и красочно непосредственно по вот этому самому известному синдрому, если, естественно, про другие синдромы мы так не будем подробно обсуждать. Для этих синдромов и для этих мутаций разработаны уже не один, а несколько таргетных препараторов, которые называются парпингибиторы. И они вначале, скажем, использовались больше на прогрессирующих, то есть на третьей-четвертой стадии, а далее, когда эффективность этих препаратов уже действительно была доказана, установлена, эти препараты все ранее и ранее вводят в лечение пациенток уже и на второй стадии, и некоторые даже исследования на первых стадиях злокачественных новообразований. В плане репродуктивной функции действительно есть возможности тестирования эмбрионов, то есть забирают яйцеклетку сперматозоид у родителей, оплодотворяют, дожидаются, оплодотворяют яйцеклетку, дожидаются четвертого-пятого дня развития эмбриона, отщипывают определенное количество клеточек и исследуют носительство мутаций. Но в связи с тем, что эти мутации не являются летальными, то есть не приводят к смерти эмбриона, они не являются калечащими, то есть не приводят к инвалидности ни детей, ни взрослых, они не являются стопроцентно пенетрантными, то есть не проявляются у всех. Вот эта, скажем, возможность остается на усмотрении непосредственно самих носителей мутаций, потому что этот вопрос до конца этически не решен. Если действительно женщина заинтересована, эта манипуляция можно сделать, кстати, даже в России, в принципе. Кроме того, мы обсуждаем в целом возможность перед лечением забора яйцеклеток с целью сохранения возможности дальнейшей фертильности наших женщин, потому что очень часто девушки приходят очень молодые, на фоне химиотерапии наступает очень ранняя менопауза, и несмотря на то, что есть злокачественное новообразование, спустя три года после стабилизации процесса, если злокачественное новообразование никоим образом себя не проявляет, вообще рассматриваются вопросы о возможной беременности, и это действительно есть выход для дальнейшего деторождения. Поэтому у них все так плохо в целом, и в общем. замечательная картинка нашла на сайте CNT, простите, Travel, вот так видят наши фотографы помощь женщинам с заболеванием молочной железы в совершенно различных ее формах. Если говорить про наследственную форму рака желудка, здесь классический пример, это Наполеон Бонапарт, который сам погиб от предположительно заболевания желудка в возрасте 52 лет, и пятеро из его восьми братьев-сестер тоже, вероятнее всего, болели опухолью желудка. Если обратить внимание, напоминаю, квадратики это мужчины, кружочки это женщины, обратите внимание, что все-таки возраст возникновения этих опухолей и гибели всех его родственников достаточно ранний. Кроме того, болел папа самого Наполеона предположительно, и также, вероятнее всего, дедушка. Вообще, если говорить про опухоль желудка, здесь ситуация достаточно сложная, потому что у 10% пациентов наблюдается отягощенная семейная анамнез, то есть злокачественное новообразование желудка из поколения в поколение, кроме того, он сам заболевает, но мутации удается выявлять только у 1-3%. Соответственно, к чему я говорила, все говорят, генетический код у нас изучит полностью, ничего подобного. Нам предстоит еще очень большое путешествие в исследование генетического кода и причин наследственного рака. Если говорить про предраковые состояния, есть и такие состояния, которые позволяют нам заподозрить опухолевый синдром. В частности, на слайде представлен случай семейного аденоматозного полипоза. Это такое заболевание, которое проявляется развитием от десяток сотен до тысяч полипов толстой кишки. И каждый из этих полипов имеет потенциальную возможность к перерождению злокачественную опухоль, то есть малигнизацию. Как правило, эти пациенты приходят к нам либо с жалобами на нарушение стула, и не всегда доктора определяют, что молодые пациенты на самом деле в возрасте 20 лет, может быть, лет 18 лет, не могу пить газировку, ничего страшного, не пей газировку. Потом выявляется, что действительно доктор решил отправить парня, хоть и молодого, на колоноскопию. Мы видим такую картину. И, соответственно, когда их 10, 15, ну 30 таких полипов, мы можем их удалить, а когда их тысяча, удалить их физически невозможно. Единственным методом, который позволяет избавиться нам от этого риска высокого, а риск это составляет в этом случае, в случае этого заболевания, риск развития рака толстой кишки составляет 100% в течение жизни. Единственным способом профилактики остается колокотомия, то есть удаление толстой кишки. На самом деле звучит ужасающе, но среди моих пациентов, предположим, с которыми мне приходилось работать, есть молодые люди 30-27-30 лет, которых, соответственно, какой-то промежуток времени было возможно удалить эти полипы, их было не так много, но когда их стало слишком много, врачи просто физически не могли их удалять, они провели такую колокотомию. Да, действительно, несколько нарушается качество жизни, это особенности пищеварения, особенности в принципе и приема пищи, в частности, определенные, но эти молодые люди достаточно так быстро привыкают к такому образу жизни, и это им никоим образом не мешает. То есть даже несмотря на то, что достаточно устрашающие в принципе картины, исходы, это все в принципе можно избежать. И вот внизу на слайде, простите, не туда, внизу на этом слайде у нас представлено секвенирование по Сенгеру, это есть золотой стандарт, молекулярно-генетический диагностика, который позволяет нам прямо фактически глазами увидеть наличие генетического нарушения. Вот эти зелененькие, синенькие, красненькие полосочки это те самые нуклеотиды, которые с помощью определенных красящих веществ мы можем прочитать. И вот мы видим, что именно на этом уровне что-то пошло не так, какая-то буквка нам мешает, и поэтому весь генетический код сбился. И вот такая маленькая буковка может привести вот к такой картине. очень, конечно, впечатляет. Ну и вот такой пример семейной истории. Кружочки девочки, квадратики мальчики. Мутация гения PC молодого человека 27 лет, пока еще только полипоз. Знаем, что в семейной истории тоже у папы был полипоз. В 26 лет рак толстой кишки. Папа, слава богу, жив-здоров сейчас, относительно. Ну и, соответственно, какое-то там образование было у дедушки. Далее еще один синдром. Здесь уже не полипы толстой кишки, но тоже высокий риск. Называется этот синдром Линча. Вызывается гетерозиготной мутацией в нескольких генах, точнее, в озном из нескольких генов. Они отвечают как раз за систему репарации неспаренных оснований. Когда они нарушаются, они не восстанавливают нормальную структуру генетического кода и, соответственно, возникают вот такие клинические проявления. Частота возникновения, точнее, частота носительства таких мутаций составляет где-то 1 на 300 человек. И, соответственно, в Европе это около 2,5 миллионов в целом. Потенциально мы с этими людьми вероятнее всего даже общались. Но тоже хотелось бы обратить внимание, что не всегда и эти мутации приводят к однозначной манифестации злокачественного новообразования. Вот мы видим слева на слайде по отношению к вам справа получается семейную историю пациента. Никто не болел. Заболел он в первый раз в 52 года. Это из одних один из пациентов, про которых доктора-онкологи говорят, я все 15 минут писал только диагноз, когда мне смотреть пациента. Это действительно вот пример хороший, когда пациент заболел в 52, потом в 55, потом в 57, потом в 68, потом в 69. Но несмотря на то, что у него возникает такое количество опухолей, они достаточно благоприятно текут. Это есть особенность данного синдрома. Если их вовремя обнаружить и удалить, то в принципе они очень быстро метастазируют. Поэтому мы и видим такие истории конкретных пациентов, когда столько раз болел, но еще живой, здоровый, и в принципе все относительно неплохо. Кроме того, несколько генов. На слайде внизу риск развития опухоли в течение жизни. Это второй столбец. Кумулятивный риск развития опухоли в течение жизни до 80 лет. Если говорить про колоректальный рак, это 52%. То есть у половины точно возникнет опухоль при мутации в гене MSH2, как у нашего пациента. Если говорить про женщин, здесь также высокий риск развития опухоли эндометрии. Кроме того, может быть заболевание яичников у женщин, также могут быть заболевания мочеводелительной системы, желудка, поджелудочной железы, ну и в меньшей степени системы гепатобилиарной, то есть печени желчного пузыря. Здесь же в соседнем столбце мы видим риск развития опухоли в общей популяции. Ну и, соответственно, сравниваем, что он значительно превышает общепопуляционный. Но хотелось бы обратить внимание, что не всегда, даже несмотря на то, что вот весь это есть синдром Линча, и гены в принципе понятные, известные, но не всегда эти проценты могут совпадать. Ну вот, предположим, в гене MSH2 риск развития опухоли толстой кишки 52%, а если это MLH1, то это 61%. Не сильно много, но все-таки имеет место быть. И также отличаются риски развития опухоли других локализаций. Если говорить про другие гены, которые указаны, MSH6, PMS2, естественно, эти риски тоже отличаются. Ну и, соответственно, оттуда наш скрининг, диагностика и профилактика. Почему у нас у меня на слайдах постоянно какие-то иностранные статьи, иностранные какие-то рекомендации, выдержки, все объясняется просто, потому что международных рекомендаций достаточно много. В частности, NCCN, где как раз я сейчас показывала слайды, можно прямо рассмотреть действительно, какие есть риски и полноценно вести пациента. это и ASCA, и ESMA, ну и, естественно, это все аббревиатуры, с ними можно ознакомиться в интернете более подробно, не буду останавливаться, и NICE, и американское сообщество онкологов. И здесь мы подходим к России. К сожалению, в России маловато. Мало того, что клинических рекомендаций буквально два месяца назад вышли по семейному полипозу, это единственные клинические рекомендации, которые действительно являются руководством для врача. Не какие-то там брошюры, как мы здесь указываем, единичные, которые есть по молекулярной диагностике, по скринингу, а действительно настоящие клинические рекомендации поведения пациентов с наследственными опухолевыми синдромами. В нашей стране наконец-то начинают появляться единичные рекомендации для врачей-онкологов по поведению пациентов уже с возникшим новообразованием для назначения таргетной иммунотерапии и так далее. Поэтому множество слайдов, к сожалению, но может быть к сожалению, а может быть к счастью, потому что для нас это открывает достаточно большие возможности. Какие возможности? Скажем, 5-7 лет назад генетические тесты в целом не были внедрены в систему ОМС. Буквально два года назад гены BGCA1-2, на которых мы уже так подробно останавливались, но не просто так я на них остановилась. Гены BGCA1-2 исследуются по системе ОМС. Можно взять направление у врача-онколога, если такая предрасположенность или возникла опухоль, сделать это уже бесплатно. Но, к сожалению, вот такая диагностика на генах BGCA1-2, именно на следственных опухолевых синдромах, ограничена. Естественно, при назначении таргетной терапии достаточно большое количество генов уже включено в систему ОМС. Мы здесь не будем их рассматривать, но в целом это доступно для наших пациентов и с каждым годом все больше и больше таких генов внедряется в ОМС. Если говорить про опухолевые синдромы, то здесь возникают некоторые сложности и трудности, потому что все-таки молекулярно-генетическая диагностика это необычная лабораторная диагностика, которая позволяет быстро, дешево провести тест и отпустить пациента через день. Это сложные методы и достаточно дорогостоящие, хотя подчеркну еще раз, что с каждым годом эти методы становятся все более и более доступны и все меньше стоят для наших пациентов. Так вот, на помощь нам, нашим пациентам приходят различные фонды, которые нам оплачивают эти исследования или научно-генетические, молекулярно-генетические научные исследования. Таких исследований достаточно много, в частности, в нашем центре проводилось очень много сейчас, основное, про которое хотелось бы поговорить дальше. Что позволяют нам эти исследования? В первую очередь, как мы говорили, не только клинические рекомендации, есть международные, есть за рубежом многочисленные базы данных генетических вариантов, то есть вариантов нуклеотидной последовательности, к которым мы постоянно ссылаемся. То есть мы не смотрим особенности нашей славянской популяции, наших российских пациентов, мы постоянно обращаемся, может быть, там где-то в Европе выявлена такая или всякая мутация, у нас есть возможность наконец-то обследовать наших пациентов и выявить особенности нашей популяции. Соответственно, благодаря проекту Департамента здравоохранения Москвы на сегодняшний день проводится крупное масштабное исследование, которое позволяет нам и позволит в принципе в систему медицинской помощи внедрить секвенирование нового поколения. Для чего? Для того, чтобы правильно обследовать, правильно лечить и профилактировать пациентов с наследственными опухолевыми синдромами. И это исследование проводится бесплатно и в ходе этого исследования мы выполняем полногеномное секвенирование. Полногеномное, напомню, это весь генетический код. Если это можно сказать вслух, то стоимость такого исследования в целом по платным услугам стоит порядка 130-150. тысяч рублей. Сейчас с новыми ценами, но непредсказуемо растет на самом деле. Поэтому есть на самом деле уникальная возможность нашим пациентам наконец-то поучаствовать. Для нас какие критерии есть критерии включения? В первую очередь пока еще это город Москва. Постоянная регистрация в городе Москве. И все пациенты с злокачественными новообразованиями молочной железы, толстой кишки, яичников, желудка и эндометрией в возрасте до 60 лет. То есть все, у кого диагностированный рак в возрасте до 60 лет, из этой группы могут провести это исследование совершенно бесплатно. Кроме того, пациенты с заболеванием поджелудочной железы и нейроэндокринной опухоли независимо от возраста могут провести такую молекулярно-генетическую диагностику. Что для пациента это дает? В первую очередь мы устанавливаем диагноз. Как мы уже проговорили, если это спорадические опухоли, мы пациента отпускаем, он благополучно лечит опухоль и продолжает вести здоровый образ жизни, как правило. И это предохраняет его от возникновения других опухолей. Мы знаем, что риск развития опухолей у носителей мутации действительно высок. Кроме того, эти мутации приводят к первичным множественным опухолям. Соответственно, зная такой диагноз, мы знаем, как правильно наблюдаться, лечиться и искать родственников носителей мутации тоже. Соответственно, и профилактировать такие опухоли у ближайших родственников, если они являются носителями мутаций. Зная, какая мутация есть у одного родственника, нам не нужно проводить полногеномное секвенирование у всей семьи. Мы знаем конкретную точку, где есть мутация и можем эту точку подтвердить с помощью других альтернативных методов исследования. Допустим, секвенирование по Сенгеру, те самые последовательности, которые мы видели, позволяют нам это выполнить. Поэтому наши пациенты, сами пациенты проходят полногеномное секвенирование, а их ближайшие родственники проходят секвенирование по Сенгеру. По результатам этих генетических тестов мы выдаем заключение, где полностью описано наличие или отсутствие мутаций в генах, ассоциированных с наследственными опухолями. Здесь их порядка около 400. На самом деле гены, которые в принципе вовлечены в канцерогенез. Их достаточно много. Кроме того, все пациенты, которые прошли такое молекулярно-генетическое тестирование, могут также пройти бесплатную консультацию генетикой, которая на сегодняшний день в целом УМС не внедрена. Без этого тестирования все пациенты обращаются к генетику, как правило, в рамках платных медицинских услуг. Кроме того, для того, чтобы опять же максимально помочь нашим пациентам, как мы можем максимально, мы привлекаем, и это нормальная практика за рубежом, работу психологов, с нашими пациентами, потому что кто-то из пациентов не до конца оценивает полноценную ситуацию, кто-то переоценивает ситуацию, и, соответственно, для того, чтобы это взаимодействие врача и пациента было наиболее эффективным, наши коллеги-психологи приходят нам на помощь, опять же, бесплатно в рамках этого проекта. Поэтому мы вас ждем, что необходимо иметь при себе. при себе обязательно надо иметь паспорт полис с НИЛС, обязательно надо иметь выписки по проведенному лечению с гистологическим заключением опухоли. Кроме того, неплохо бы быть информированным о наличии злокачественных новообразований в семейной истории. Если есть выписки родственников, это вообще просто идеальный вариант для генетика. кроме того, вы приезжаете в наш центр, наши соэнтузиастов в отделении центра персонализированной медицины. Вы заполняете информированные согласия, это не занимает больше 20 минут. Там же сдаете периферическую кровь, буквально три пробирочки, и мы с вами расстаемся на срок 4 месяца в среднем до выдачи результата. Как выдается результат, мы сразу записываем вас на консультацию бесплатную генетику, и параллельно вы проходите консультации у психологов. Еще раз подчеркну уникальную на самом деле возможность, потому что не все генетики себе сделали полногеномное секвенирование вообще-то, поэтому мне кажется не воспользоваться этой возможностью, вообще это очень странно. И в резюме действительно отмечаем, что мутации являются причиной злокачественных новообразований, как наследственных, так и ненаследственных. Мутации, которые предрасполагают к раку, к развитию наследственных опухолевых синдромов, имеют свойство передаваться по наследству, и это никаким образом не относится к женскому или мужскому полу. Это носительство может быть и у того, и у другого пола. Очень часто заблуждение наших пациентов. Кроме того, опухоль возникла в молодом возрасте, предположим, или у вас отягощенная анамнез, какой же тест выбрать? На самом деле выбрать можно любой. Можно сделать любой объем, который вам нравится. Другой вопрос, насколько это будет объективно. Потому что можно сделать 8 частых мутаций в генах Персея 1-2, увидеть, что нет никаких мутаций и на этом успокоиться и думать, что с тобой все прекрасно. На самом деле только генетик может полноценно оценить семейный анамнез, предположить, какой объем генетического тестирования необходим. Если даже не находятся мутации, но есть другие клинические признаки, которые действительно свидетельствуют о наличии наследственных опухолей, мы продолжаем молекулярно-генетическую диагностику другими методами, которые позволяют нам в конечном счете поставить полноценный диагноз. Поэтому вероятнее для экономии времени и своего здоровья стоит один раз сходить к врачу-генетику проконсультироваться и будет понятно, что надо сделать, в каком объеме и что вам это даст. Кроме того, действительно опухоли могут возникнуть у любого человека. Это надо иметь в виду. Поэтому даже несмотря на то, что у вас нет наследственной предрасположенности, это не повод не наблюдаться. Наблюдаться надо всем. Всегда как минимум минимально с определенным алгоритмом, который рекомендован ВОЗ. И хотелось бы в конечном счете сказать, что накручивать себя не стоит, потому что несмотря на то, что риск есть у каждого человека в целом, но на сегодняшний день в большинстве случаев опухоли лечатся очень эффективно. Но предположим, если раньше говорили, что опухоль молочной железы, все, мы расстраивались, пациенты рассказывают совершенно разные истории, как они прощали родственники, их сбегали, думая, что опухоли это заразные заболевания. К сожалению, бытует до сих пор такое мнение. Были пациенты у меня, которые говорили, что я вообще-то заболел, потому что у меня соседка кошку на соседнем огороде закопала. Вот такие объяснения. Полностью отрицаю, что действительно молодой возраст двухсторонней опухоли молочных желез, и, наверное, здесь генетика. Генетика с их слов это лженаука. Поэтому в целом наблюдаемся, обращаемся вовремя к врачам. Если нужно, сходим к генетику, потому что один раз выполненный тест, правильно выполненный тест, не переделываются генетические тесты в целом в течение жизни актуальности свои не теряют, потому что генетический код у нас стабилен. Поэтому то заключение, которое вы получите на руки, оно будет актуально на протяжении всей жизни. И как сейчас, так и потом вас будут наблюдать на основании данного заключения. Возможно, у вас есть вопросы. Давайте поблагодарим за лекцию в первую очередь. Так, поднимайте руку, я к вам подойду. У меня с одной стороны вопрос, а с другой небольшое уточнение про Наполеона. Наполеон Бонапарт, насколько мне сейчас известно, один раз пытался травануться, когда потерпел поражение, но он, слава богу, остался жив после отравления. И поэтому у меня возникает вполне резонный вопрос. Вот своей попыткой травануться, даже если он и остался жив, он мог ускорить развитие рака желудка, при том, что у него была и семейная предрасположенность, но попыткой травануться он мог ускорить развитие рака желудка в будущем зато? Да, спасибо за вопрос. Это действительно так, потому что, как известно, мы уже говорили, физические, химические факторы, в частности травматические, имеют место быть, если они происходят регулярно. А, если регулярно именно? Ну, в частности, регулярно. Очень много историй, когда женщины приходят и жалуются на возникновение опухолей именно в том месте, где произошла травма молочной железы спустя какое-то количество времени. Есть истории, когда буквально на днях с коллегами обсуждали, ну, не знаю, насколько это правда и насколько процесс канцерогенеза действительно быстрый, когда у девочки после травмы головы шариком для тенниса через пять дней возникло злокачественное новообразование. Сомнительно, конечно, но все же. Ну, возможно, да? Исключать нельзя. Кроме того, мы нарушаем химическую природу, химическую структуру и в целом слизистую оболочку желудка. И для всех известно, да, то, что однократный прием, допустим, уксуса приводит к развитию, допустим, рака желудочно-кишечного, простите, желудочно-пищеводного отверстия. И это вещи известные, поэтому вполне вероятно. Еще вопрос? Давайте сначала. Спасибо за интересную лекцию. Вопрос, возможно, немного глупый, но раковые клетки мы сказали о плохой роли в теле человека и о нейтральной. А есть какое-то полезное применение раковым клеткам неопитательным человеком, а вообще млекопитающим проекты, стартапы? Да, спасибо за вопрос. Конечно, я настолько глубоко на днях не вникала в эту тему, но в целом в общем есть, конечно, проекты по редактированию генома. В частности, очень был хороший случай, рассказывали коллеги, когда не ошибиться бы редактирование генома в семье при тугоухости. Я думаю, что если есть возможность таких исследований таких научных стартапов, то вероятнее всего рано или поздно мы научимся управлять этими мутациями. Кроме того, на самом деле известно, что мутация произошла, вот у нас есть риск. Описаны случаи, когда мутация происходит вновь в том же самом месте и восстанавливают структуру генома. Такое тоже случается. Поэтому вот такие полезные мутации может быть в этом случае. Вероятно, я ответила на ваш вопрос. Вопрос из трансляции. Какова вероятность, если у первого поколения по женской линии, во втором поколении и третьем по мужской линии, будет ли в четвертом поколении тоже онкология? И если это ребенок, в каком возрасте обращаться, идти на обследование и так далее? Как правило, молекулярно-генетическая диагностика начинается именно с того члена семьи, у которого заболевание уже возникло. Почему? Потому что в зависимости от типа наследования, как я уже говорила, риск передачи следующему поколению такой мутации, такой предрасположенности может быть разной. Не факт, что даже из пяти братьев-сестер все унаследуют мутацию, даже если она есть у родителей, потому что опять же 50 на 50 процентов это равноценно для каждого члена, для каждого индивида следующего поколения, то есть для каждого ребенка. Кроме того, аутосомно-доминантный это один тип, аутосомно-рецессивный это совсем другой тип, поэтому очень сложно на таких минимальных вводных данных вообще говорить. Но если предположить, что это три поколения именно родословные. Какая локализация? Там, естественно, это не уточняется. Понимаете, мы с коллегами иногда шутим, что это из серии астрогенетики, но вот посмотрел и увидел, какая мутация. Нет, это гораздо сложнее, поэтому надо собирать семейную историю непосредственно одному члену семьи болеющему идти к генетику, а дальше будет понятно, что делать со всей семьей. А с какого возраста детей-то проверяют обычно? Вообще, скрининг на злокачественное новообразование вообще считается, точнее, начинается с 40 лет у женщин, по крайней мере, молочной железы. У мужчин это заболевание предстательной железы старше 50 лет. Если говорить про толстую кишку, то рекомендовано с 45 лет начинать каждому человеку раз в 5 лет минимум делать колоноскопию. Поэтому с детьми тут вообще-то очень сложно. То есть, если нет необходимости без каких-то… Пока мы не знаем, что есть у папы-мамы, пока мы не установили этот синдром, естественно, мы не можем предугадать, какой там риск может быть у ребенка. Ребенок может быть совершенно здоров. Опять же, почему говорю, что надо обязательно обратиться к члену семьи, которая болеет. Потому что есть возможность установить причину развития заболевания в семье. Потому что если мы не будем обследовать непосредственно того заболевшего, откуда мы можем знать? Может быть, ребенок вообще не унаследовал? Мы будем смотреть хоть полногеномное, мы там просто ничего не найдем. Опять же, утверждать наследственная форма в семье заболевания или нет, как мы можем утверждать? У нас нет для этого причин. Поэтому только на консультации. Для этого нужны собственные консультации генетика. Спасибо. Во-первых, спасибо большое за интересную и актуальную лекцию. У меня вот какой вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение по так называемым онкомаркерам. Вот у меня соседка делает раз или в два года несколько онкомаркеров. Знаю, читал, что наш Бомон, певцы, артисты тоже делают какие-то. Говорит, я делаю Басков и я спокойно живу. Ваше мнение, во-первых, какие нужно делать рекомендации? Во-вторых, где это делается? Ваше мнение? Спасибо за вопрос. Ситуация такая. В большей степени на самом деле онкомаркеры это такие дополнительные лабораторные исследования, которые далеко не всегда позволяют нам выявить опухоль. Есть более чувствительные маркеры, допустим, ПСА. Почему он рекомендует создавать мужчину ПСА? Потому что он действительно очень чувствителен к образованию предстательной железы. Но он, опять же, может быть чувствителен и к аденоме предстательной железы. Даже не обязательно, что это рак, естественно. Здесь, да, это целесообразно сдавать простатоспецифический антиген и исследовать, соответственно, и оценивать этот уровень риска. Если превышает параметры, то обязательно идти к урологу. Но если это, предположим, маркеры опухоли молочной железы или яичников, предположим, они в большей степени используются как маркеры динамического наблюдения после лечения. Потому что они в большинстве большом проценте случаев не повышаются даже при второй стадии заболевания. Они не являются никоим образом ориентиром, есть ли опухоль или нет. Они являются как дополнительный маркер. Поэтому в каждом случае, естественно, у каждого пациента индивидуально назначаются эти обследования. Да, мужчинам всем рекомендовано. Просто так делать их бесполезно? Нет, совершенно бесполезно. В большей степени не то чтобы бесполезно, просто так. Естественно, когда этот маркер будет повышен, вероятнее всего, что вы наткнетесь на стадию заболевания уже в достаточно таком крупном объеме. Соответственно, это не является первым тестом выбора. Для того, чтобы что-то найти, надо использовать в первую очередь осмотр и инструментальные методы обследования. А все остальное, в частности, онкомаркеры, это дополнительные методы. Последний вопрос. А вот по раку желудка, по желудку болезням там есть какие-то маркеры? Или это уже надо обследование делать уже? Да, поняла, спасибо. По желудку самый эффективный метод обследования это изофагогастродоненоскопия. Лучше его нет. Кроме того, на сегодняшний день, да? Кроме того, есть тесты, которые исключают носительство определенных вирусных и бактериальных агентов, в частности, Helicobacter pylori, всем известные, который повышает, он является причиной 6% опухоли желудка во всем мире. И зная просто, что он есть, его можно пролечить, и, соответственно, этот риск просто снизить не только у себя, но и во всей семье. Действительно, вообще на сегодняшний день нет ни одного теста, который мог бы вот так скринингом сказать, есть у нас опухоль или нет, если она там на первых стадиях совершенно находится и не МРТ, а может быть ПЭТ-КТ, может быть ПЭТ-КТ что-то увидит. Но ПЭТ-КТ вы не будете делать каждые полгода раз. Во-вторых, ПЭТ-КТ стоит достаточно больших финансовых вложений. Это два. В-третьих, ну, как бы лишний раз, опять же, воздействует на свой организм с какой целью? Непонятно. Есть определенные, еще раз повторюсь, алгоритмы, и рекомендованный ВОЗ по профилактическому простите, обследованию, которых просто стоит придерживаться. Мы действительно никто не застрахован, и даже у людей, которые ведут здоровый образ жизни, всю жизнь занимаются спортом, может образоваться эта опухоль. Ну, просто если, допустим, делать колоноскопию раз в пять лет и убирать полипы, которые могут перерождаться, они могут образовываться у каждого человека в целом, то этот риск просто снижается в разы. Поэтому скрининг и обследование это наше все. А вот такие вот как-то таргетные, выборочные, ограниченные тесты не являются скрининговыми однозначно. Как правило, это комбинация методик все-таки. То есть это инструментальное обследование и какое-то лабораторное обследование. Вот тогда у нас складывается общая картина. А ваш прогноз, когда появятся вот такие простые тесты, онкомаркеры, когда можно любому человеку пойти и сделать? Они уже появляются. Уже есть многочисленные статьи о том, что мы с вами проговорили про опухолевый материал, это парафиновый блок, биопсия и послеоперационный материал. На самом деле нет. Опухоль же имеет свойство, как мы говорили, метастазировать. И опухоль, как и любая клетка, она когда-то разрушается. И поэтому свою ДНК она может выпускать в сосудистое русло. И вот сейчас разрабатываются тесты за рубежом, используются, которые с помощью забора образца крови диагностируют такие мутации. И так мы можем предположить, что возможно у человека есть злокачественное новообразование. Такие тесты и такие статьи описаны при раке мочевого пузыря, в частности, при других локализациях. Но вот так, чтобы они использовались на сегодняшний день и в рутине, это достаточно дорогостоящие пока тесты. Но все впереди. Через 10 появится? Через 10, не знаю. Может быть, чуть-чуть попозже. Но перспективы есть. Спасибо большое. Так, есть ли еще? Если нет... А, последний. Тогда последний вопрос. Я хотела уточнить вот такой вопрос. То есть, если это генетически обусловленные какие-то мутации, как вообще, что может повлиять на то, что появляется, допустим, первый человек, который является в семье, тем, у кого это возникло? То есть, это должна быть очень долгая история, когда просто мутация была, а просто не проявлялась? То есть, возможно. А какие факторы тогда влияют на то, что это вдруг стало действительно результатом возникновения болезни? И в таком случае это уже дальше будет вероятность проявляться? Это все те самые факторы внешней среды. Это и химические особенности. Это то, чем мы дышим. Это то, что мы кушаем. Это наша гормональная система. Это гиперэстрогения у женщин. Это все факторы, которые могут приводить к повышению уже высокого риска и манифестации в принципе заболевания. А просто на предшествующих уровнях, когда это… То есть, эта мутация в меньшей степени была представлена или почему она раньше не проявлялась, например, в семье? Потому что не было второго удара. Помните? Когда возникает вторая мутация в соматической клетке есть одна герминальная уже мутация, и в одной соматической под действием факторов внешней среды возникает вторая соматическая мутация, и тогда выключается ген, и тогда он уже не работает, и тогда повышается, точнее, тогда возникает опухоль. А что максимально возможно сделать, чтобы минимизировать возможности этой… Возможно, да, возможно, из Москвы. Ну, понимаете, есть такие… Если говорить, допустим, про опухоль молочной железы, Берсей ассоциированные, то говорят, что грудное вскармливание снижает риск развития опухоли даже при наследственной форме, и чем больше у вас возникло… Точнее, чем больше детей у вас, и чем больше детей вы кормили, тем больше вы снизили риск. Но в то же самое время гормональные перестройки во время беременности тоже могут повлиять в обратную сторону. Поэтому здесь мы не застрахованы никоим образом. Одним фактором мы снижаем, другим мы, наоборот, провоцируем. Предугадать это невозможно никоим образом. Понятно. Благодарю. Видимо, на этом все. Давайте поблагодарим Анастасию за прекрасные лекции. На этом, собственно, мы сегодня заканчиваем. Спасибо вам за то, что вы пришли. Было, мне кажется, очень здорово. На этом все. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Да, я уверен, Анастасия будет не против, если вы к ней подойдете уже к Лорен поговорить. Спасибо. 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 Спасибо.